В повестке дня два вопроса. Обеспечение безопасности объектов газового узла на территории городского округа. Это газорегуляторное, газораспределительное, внутридомовое и внутриквартирное оборудование. А также о проведении организационных технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. В здании администрации присутствовали руководители. Председательствовал заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. По первому вопросу докладывал начальник отдела надзорной деятельности Николай Иванов. Провести совещание с руководителями компаний, которые обслужат газорегуляторные пункты, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, на котором рассмотреть вопрос о проведении комплексных проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В первую очередь на социально значимых объектах, а также в местах проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально-былочных граждан. Эксперты утверждают, что большинство взрывов газа в жилых домах происходит по вине граждан, а не соблюдать правила эксплуатации газового оборудования. Практически каждый второй взрыв связан не со стационарным оборудованием, а с переносным, например, с газовой плиткой или баллоном. У такого оборудования тоже есть свои правила безопасной эксплуатации, но чаще всего собственники их игнорируют. Результатом незнания и пренебрежения правилами и нормами становятся плачевные последствия. На заседание запланировали проведение организационно-технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. По этому вопросу выступил главный инженер филиала «Газпром» газораспределения Ренат Фаршатов. Вообще у нас просроченных домов, где внутридомовые газовые оборудования, в том плане, что стоящие газопроводы, фасадные газопроводы, с истекшим сроком эксплуатации, это 258 домов. На заседании были обозначены сроки проведения проверок всех многоквартирных домов с отоплением и проточными водонагревателями. А также дано поручение обновить реестр домов, в которых внутренние газопроводы общего пользования эксплуатируются после окончания нормативного срока и не прошли техническое диагностирование.